Всем добрый день! В сегодняшнем выпуске мы подготовили для вас переводы выступлений двух немецких политиков Саар Вагенкнехт и Алис Вайдль, в которых они выражают свою резкую критику относительно нового закона в Германии о смене полос 14 лет, а также говорят о других важных вопросах. Всем приятного просмотра! Уважаемая госпожа президент Бундестага, уважаемые дамы и господа, возможность свободно выбирать свой пол один раз в год это то, чего миллионы граждан, несомненно, с нетерпением ждали годами. Особенно в стране, где, согласно планам правительства, в будущем граждане больше не смогут свободно решать вопрос о собственном отоплении или типе двигателя собственного автомобиля. Это типично для светофорной коалиции. Идеология торжествует над реальностью. Пол из биологического факта превращается в вопрос психического состояния. Это просто глупо, если бы не было так опасно. Когда мужчины смогут объявлять себя женщинами, просто заявив об этом, то права женщин и безопасные места для них уйдут в прошлое. Испанская газета El Mundo сообщает о том, как мужчины, обвиняемые в домашнем насилии, используют закон о самоопределении, чтобы получить доступ в женские приюты, куда избежали от них их партнерши. Вместо того, чтобы задаться вопросом, почему многие девочки в пубертатном периоде борются со своим телом, потому что оно, возможно, не соответствует идеалам красоты в идеализированном мире Инстаграм, им практически внушают, что на самом деле они все-таки мальчики. Да, закон не содержит никаких предписаний о хирургическом вмешательстве, но он задает курс для этого, и мы считаем, что это безответственно. В то же время в одном из пунктов вы обмолвились, что сами не верите в идеологию, на которой основан этот закон, а именно в случае войны не должно быть свободы выбора пола. В случае войны, в конце концов, мужчины остаются мужчинами. Другими словами, для светофора война, очевидно, важнее, чем трансидеология. Если вы хотите преодолеть дискриминацию, вы могли бы тщательно реформировать существующую правовую ситуацию, и мы бы это абсолютно поддержали, так как в этом вопросе, без сомнения, существует необходимость изменений. Но вы сознательно пошли по другому пути. Ваш закон враждебный по отношению к женщинам, и он превращает родителей и детей в подопытных кроликов для идеологии, которая выгодна только фармацевтическому лобби и фармацевтической промышленности. Поэтому Союз Сарвагенкный говорит нет этому опасному безумию. Бедственное положение системы образования. Кто понесет ответственность за потерянное поколение? Мы только что слышали про негативные результаты ПИЗа-исследования. Когда-то Германия была лидером в области образования. А сегодня чему мы обучаем? Дети больше не могут правильно говорить или считать. Они также не могут грамотно писать. Они даже не учат правильный немецкий язык в школе. И на этой неделе главное достижение – это исключение орфографических ошибок при проверке языковых знаний, которые больше не должны влиять на оценку. Имеет ли это отношение к ответственной политике? А вместо этого детям, 14-летним подросткам, разрешают раз в год выбирать свой пол. Почему я об этом говорю? Потому что это результат совершенно неправильной сумасшедшей политики правительства. И мы собираемся положить этому конец, дорогие друзья. Дети остаются детьми и подростками. И в этом нет их вины. Это государство, особенно здесь, в федеральной земле Баден-Бюртенберг, где у власти зеленые, лишают детей образования. Их превращают в идиотов. И это должно прекратиться. Мы снова хотим быть на передовой во всем мире, когда речь идет об образовании. Вот это ответственная политика. Кто возьмет на себя ответственность за последствия массовой миграции, массовой натурализации и преступности? Мы только что заслушали предыдущего оратора, так как на этой неделе вышла статистика уголовных преступлений. Но я не хочу углубляться в цифры и не буду на этом останавливаться, хотя я их тщательно записала. Просто позвольте мне поговорить о том, во что это может нам обойтись. Экономист Рафель Хюшн, который, кстати, называет миграционную политику самой глупой, подсчитал стоимость этой неквалифицированной массовой иммиграции и натурализации. Все это нам выльется в 5,8 триллиона евро. В одном из своих недавних выступлений я спросила господина Хабека, может ли он считать в триллионах. Сколько нулей в триллионе? Но он ничего не ответил. 6 триллионов – это число с 12 нулями. Почти столько же, сколько сидит в нашем федеральном правительстве. Не так ли? Полицейская уголовная статистика – это катастрофа. Это катастрофа и драма. После приветственного пуча Меркель, кстати, именно христианские демократы открыли границы и оставили их открытыми. С момента приветственного пуча Меркель в 2015 году в этой стране было изнасиловано более 7 тысяч женщин. Причем насилие направлено в основном против женщин. Кроме этого, были представлены данные о преступлениях на сексуальной почве во Франкфурте, 100% из которых совершили иностранцы. Каждый из вас, кто когда-либо бывал во Франкфурте, знает, о чем я говорю. Я работала там до 2015 года, и уже тогда там было очень плохо. Потом я как-то проезжала там. Вам даже не захочется выходить из поезда или из вокзала, потому что Франкфурт – город, потерпевший крах. Поэтому одна из британских газет опубликовала предупреждение для путешественников в связи с чемпионатом Европы о том, чтобы туристы не ездили во Франкфурт, так как там с ними может что-то случиться. И за это отвечает Нэнси Фезер, а до нее христианские демократы. Именно эти люди полностью разрушили обстановку безопасности в нашей стране.